Здравствуйте, уважаемые учителя! Сегодня мы ознакомимся с уроком блок-схемы. Мы научим учеников создавать схемы и объясним, зачем они нужны. Как и на предыдущих уроках, к этому уроку также размещены заметки для учителей. А теперь давайте ознакомимся с нашим уроком поближе. В первую очередь мы начинаем урок с сюжета. Как видите, в сюжете сказано, что у друга Марсаботы сегодня день рождения, и он хочет приготовить сюрприз для него. Однако здесь главная цель предоставить подарок, не попав ему на глаза. В таблице, размещенной справа, указаны места, где они находятся в данный момент. Марсабот в комнате А17, а Астрокот в комнате У4. И пункт назначения это столовая. Ознакомливаем учеников с планом урока. Как видите, первая цель сегодняшнего урока – ознакомиться с расположением классных комнат. Далее узнать маршрут передвижения друга Марсабота и составить свой маршрут с целью не попасть ему на глаза. А в завершении, в день рождения друга, познакомиться с его большой семьей и нарисовать его семейное дерево. На десятом слайде мы видим, что Марсабот не знает, в каком направлении ему идти. И для этого он отправляет дрон для разведки. Дрон возвращается, однако не может принести схему всей школы, а только где расположены комнаты и их краткое описание. А сейчас мы должны создать эскиз всей школы. И для этого вы скачиваете с BackOffice на компьютер файл блок схемы, показанный на 13 слайде. И обсудив с учениками, завершаете схему. 14 слайд поможет вам завершить схему. И в конце мы должны получить результат, показанный на 15 слайде. После окончания эскиза переходим к следующему этапу. В этой части мы уже должны знать маршрут Марсабота и Астра Кота, изобразить его с помощью стрелок. Из этой части вы можете ознакомиться в 17 слайде. В 19 слайде показано, как сохранить документ и загрузить его на склад. Хотим отметить, что загрузка этого задания на платформу не предусматривается. Этот слайд был дан только с целью помощи. После завершения эскизы школы мы можем объяснить ученикам, для каких целей используется блок схемы в текстовом редакторе. Далее мы должны наглядно продемонстрировать создание блок схем. И в этом деле нам поможет новый сюжет. Сюжет таков. Марсабот хочет подарить Астра Коту больше шариков. И мы должны помочь ему в этом деле. Посредством этого задания мы показываем ученикам создание блок схем. Как видите, в 22 слайде показано, как начертить фигуру шариков. Это мы выполняем. Пункт, на котором стоит заострить внимание в течение этого урока, это буфер обмена. Итак, мы показываем ученикам команды выделить, вырезать и вставить. Это вновь мы можем показать на примере шаров. Как видите, в 24 слайде использованы команды скопировать и вставить, а в 25 вырезать и вставить. После объяснения учителя ученики могут занять свои места с целью выполнить задания. Таким образом, они с использованием различных фигур создают шары. И это считается практическим упражнением. После перемены наша первая задача выполнения заданий с платформы. После их выполнения переходим к творческим заданиям. В этой части от нас требуется дополнить семейное дерево. Дядин внук отправил астрокоту открытку. И мы должны отметить дядиного внука на семейном дереве. После выполнения этого задания следующее задание это составить алгоритм. Таким образом, ученики составляют алгоритм какого-либо дела из повседневной жизни с помощью блок-схем. Этот алгоритм может быть линейным, разветвляющимся или циклическим. После выполнения заданий не забудьте загрузить их на склад. И в конце урока с помощью рефлексии напоминаем ученикам все пройденное на уроке. Таким образом, наш сегодняшний урок подошел к концу. До встречи на следующих уроках. Благодарим за внимание.